Продолжение следует... Начал вести стрельбу, погибли дети, взрослые, пожилые люди. Сейчас снова начнется в прессе обсуждение, будут сейчас проверять школы, будут говорить о том, какая там система охраны и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, кого-то накажут, но что я хочу сказать. На самом деле это же не первое и, к сожалению, не последнее преступление, которое совершается в школах и вообще в каких-то местах, где может быть массовое скопление людей. То есть так называемые масс-шутинги или массовые расстрелы, к сожалению, это стало уже такой визитной карточкой сегодняшнего времени, когда время от времени в разных странах мира, и в том числе в России, происходят вот такие массовые расстрелы. Причем, по большому счету, с точки зрения безопасности, неважно абсолютно, что побудило человека стрелять, как все это произошло, то есть какие причины. То есть, и вот сейчас очень часто в прессе я слышу, что именно рассматривают и пытаются рассусоливать именно вот эти причины, что его толкнуло. Поймите, всегда, во все времена были и сумасшедшие люди, и радикально настроенные люди. Было очень, и есть очень много людей, которые готовы взять в руки оружие и совершать убийство. На чем я настаиваю всегда? Я настаиваю на том, чтобы каждый человек в современном мире, в 21 веке, знал, что такое приемы безопасности, приемы самообороны. Понимал, что такое, если он попадает, что делать, если он попадает в ситуацию, когда на него направлено оружие. Он знал эти приемы, знал эти навыки, но, к сожалению, вынужден констатировать, что в современных средствах массовой информации, я уже успел в этом убедиться, почему-то эта тема не особо поддерживается медиа-менеджерами. Когда-то давно, вы наверняка уже знаете меня по регулярной рубрике на одном из российских телеканалов, в рамках программы, существовала рубрика, когда мы говорили о самых разных аспектах самообороны. Она существовала много лет, была успешной, потом она прекратилась. Опять-таки, причины я не хотел бы там рассматривать, да, это не важно. Потом мы попытались ее возродить, но все равно ничего не получилось. То есть, по какой-то странной причине эта тема почему-то, ну, условно, не интересует людей. Не знаю, почему так происходит. Когда-то у меня был разговор с одним из менеджеров высокого уровня, и когда я начал говорить о том, что, ну, почему бы не сделать программы, которые, может быть, не имеют такого рейтинга, но они будут полезны людям. Мне был ответ, что никогда так не говори, рейтинг на сегодняшний день это самое важное. Хотя, когда я разговариваю с людьми, с рядовыми гражданами, практически все мне говорят о том, что тема безопасности, тема самообороны, тема спасения, она всех интересует. Но она не поднимается в регулярных программах. То же самое было на радио. На одном из радио я также вел когда-то программу Академии Безопасности, но она тоже была прекращена. Совершенно недавно на одном из радио и YouTube каналов тоже была определенная программа, посвященная безопасности, но она тоже прекращена. Удивительно, невероятно. И вот сейчас снова произошло ужасающее преступление. Сейчас в рамках всех остальных ток-шоу и программ начнут опять говорить об этом, потрясать кулаками, говорить до каких пор. Но пройдет время, все опять вернутся к политике, что безусловно важно, политика важна. Но почему-то будут делать программы, кроме политических, будут делать программы на любые другие темы. От нижнего белья до инопланетян, конспирологии будут транслировать какие-то весьма странные бои. То есть развлекать людей. А вот такая тема, к сожалению, почему-то не находит поддержки. Я обращаюсь к медиаменеджерам, которые, может быть, меня услышат. Если вам все-таки эта тема не безразлична, напишите мне. Может быть, мы придумаем с вами какой-то проект, который мог бы снова эту тему поднять в средствах массовой информации. Не важно, на каком канале, вообще не важно, на каком средстве массовой информации, вообще не важно. Мы будем это с вами делать. Но сегодня я хотел бы рассказать как раз вот по этой теме, почему я срочно записываю видео. Как уходить от выстрела? Я хотел бы изложить наш подход. Подход экстремального рукопашного боя или экстрим-файта. Система, которая, собственно, направлена на выработку навыков самообороны, навыков спасения в спортивном варианте. И вот в двух частях рассмотреть эту тему. Итак, что мы имеем? Прошу. Если нападающий, стрелок-убийца направляет оружие, то совершенно не важно, как он его удерживает. Удерживает он его профессионально, либо удерживает на вытянутой руке. Это не важно. Как правило, человек начинает стрелять, вести огонь на расстоянии от двух метров, трех, до десяти-пятнадцати. До, вплоть до убийства людей в упор. То есть, это типовой расстрел людей. Когда стрелок-убийца начинает вести огонь, он переводит оружие с одного жертвы на другую, пытается убить как можно больше людей и передвигается. То есть, так происходит и в каких-то местах общественного пользования, и, к сожалению, в школах. Так вот, что должен знать человек, который видит, что на него направлено оружие? Вот только оружие извлекается, и только оно на него направляется. Неважно, с какого расстояния. Вы должны понимать, что вы должны быть первым, это неудобной мишенью. Неудобная мишень – это тогда, когда по вам неудобно стрелять. Самая, к сожалению, удобная мишень – это ростовая мишень. Когда вы находитесь вот вытянутый полностью вот на прямых ногах, полностью перед нападающим, он стреляет на несколько шагов назад. То есть, как правило, редко человек подходит в упор и достреливает. Обычно всегда ведет стрельбу с расстояния. Причем в случаях массового вот этого расстрела, массового шутинга, как правило, стрелок не заботится о своей безопасности вообще. Он понимает, что в ответ стрелять никто не будет. Соответственно, он ведет огонь открыто, переводя оружие с мишени на мишень, с жертвы на жертву. В итоге, что вы должны понимать? Итак, вот вам нельзя, самое главное, попытаться убежать от него во весь рост. То есть, ни в коем случае нельзя повернуться спиной и бежать от стрелка во весь рост. Потому что вы превращаетесь в очень удобную мишень, даже если вы бежите. Да, совершенно правильно, необходимо разрывать дистанцию и уходить. Но необходимо, как говорят, уменьшить свой силуэт. То есть, превратиться из ростовой в мишени, не в ростовую. По нашей методике мы говорим о том, что я учу специально на всех детских семинарах, на всех взрослых семинарах, на групповых занятиях, на индивидуальных занятиях. Я учу уходить вот в такое уклонение. То есть, по сути дела, вы становитесь в положении бега. То есть, положение бега, сильно согнувшись. И вот ваша самая главная задача. Как только противник наводит оружие на вас, вы моментально должны согнуться. То есть, моментально должны согнуться. То есть, вы должны превратиться из ростовой в согнутую мишень. Причем, сделать это лучше с резким рывком в сторону. То есть, он направляет на вас оружие. Прошу. И вы должны резко, согнувшись, уйти сюда. То есть, что получится? Получится следующее. Человек, если он постреляет конкретно по вам, обязательно переведет оружие на вас, стараясь в вас попасть. То есть, что получится? Вы были в ростовой мишенью. Потом вы сгибаетесь, он переводит оружие. Но уже есть вариант, что если, прошу, что если он держит оружие не так профессионально, если он держит оружие на вытянутой руке, то он чаще всего вот так дернет. То есть, человек делает уклон, делай уклон, туда, в ту сторону. Он дернет, и у него вот этот рывок оружия, рывок оружия будет не таким точным, потому что оружие все-таки имеет вес. И он делает выстрел не таким прицельным. Вот это очень важно понимать. Далее. Если. Итак, вы дернулись. Посмотрите еще раз. Вы дергаетесь, уходите в сторону. Человек перенаправляет оружие. И вот уже в этом положении вы должны еще раз сразу начинать бежать, меняя направление. Я очень часто показываю, как бегают, как необходимо бежать. Вот в таком положении, меняя направление зигзагообразно. Чтобы человек, удерживая оружие, не мог навести его, и вот он постоянно вот таким вот образом дергал. И если даже он ведет огонь, он будет все-таки с большей гарантией промахиваться, чем если вы побежите прямо, и он будет просто вести по вам огонь. Когда вы не уклоняетесь и не меняетесь. Это, конечно, своя технология. Мы ее рассматриваем на уроках. Конечно, этому надо учиться. Но для того, чтобы хотя бы просто по видео понять, еще раз обратите внимание. Направленное оружие, вы делаете рывок в сторону и можете даже опереться рукой на ногу, чтобы не держать свое тело на весу. И в таком положении вы можете бежать. То есть вы можете удерживать себя одной рукой на колено, вот так, и бежать, меняя направление, ни в коем случае не выпрямляясь. Вот это очень важно понимать. Итак, уменьшение силуэта, резкие рывки и, соответственно, уже в таком положении вы можете убежать за укрытие. Если мы говорим о школе, то это не класс, то вы все равно можете рвануть, идет выстрел, ты рванешь и можешь где-то спрятаться. Если это происходит в коридоре или это в торговом центре, то все-таки удаляясь на расстояние, чуть дальше, пожалуйста, удаляясь на расстояние, и вот он начинает, говорит, в одну сторону, в другую сторону. Вот таким вот образом. То есть вы идете вот змейкой, вот такой. Если видите укрытие, моментально убегаете за укрытие. Вот такой навык. В таком положении все-таки, если пуля вас заденет, то хотя бы есть какой-то шанс, что в таком положении пуля не попадет вам прямо в голову, прямо в лицо. Но вы все равно в согнутом состоянии. Может быть, она не попадет именно в жизненно важные органы. То есть ранение возможно, но ущерб вы все-таки постараетесь уменьшить. Вот такая тема. Я продолжу, чтобы вас не утомлять, потому что сегодняшние зрители очень сильно утомляются. Продолжу эту тему в следующем видео. Повторюсь, я пишу его 26 сентября, в день трагедии, когда в Ижевске произошел снова массовый расстрел детей. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...